Привет, просветители! Дни после Рождества, идеальное время для колядок, я не умею петь, катание с ледяной горки, у меня за окном плюс 10, и страшных историй. Я думаю, вы уже поняли, чем мы сегодня займемся. Периодически мы с вами разбираем на этом канале псевдонаучные куски текста, но то, что вы услышите сегодня, это прям кусок с большой буквы К. Зэ кусок, я бы даже сказал. Подобные бредятины, да еще и в научном журнале, юридическая наука, история и современность. Ну, слов наука есть. Так вот, такой отборной трешанины мы еще не встречали. А я на этом канале на секундочку статью о русских и трусках, телегонии и античном происхождении Питера разбирал. В общем, сегодня будет весело. И страшно. Статья была опубликована еще в декабре, и среди авторов этого шедевра был указан и депутат Госдумы. Но буквально через пару дней его имя исчезло. Остались только два доктора юридических наук, казачий атаман и директор санатория. Прямо начало какого-то анекдота. Заходит как-то в бар. Кто из этих товарищей главный специалист по сперматозоидам? Буквально через пару минут все поймете. Нам неизвестно. Но хотя бы не депутат Госдумы. И на этом спасибо. Начинается статья вполне обычно. Демографические проблемы, Россия вымирает. Но уже на четвертой странице авторы переходят к проклятым бабам и самой мякотке. В современной России русская семья стала объектом гибридной войны коллективного запада. Который делает все для того, чтобы русская женщина в плане сохранения семьи и деторождения становилась на сторону врагов отечества. А ты уже перешла на сторону врагов? Причин низкой размножаемости русской женщины много. С одной стороны, русская женщина наряду с мужем тянет на себе Россию. Работает. В то время как женщины иных племен часто только размножаются. Да, не удивляйтесь, слово племена, судя по всему, одно из самых любимых в словаре этих авторов. С другой стороны, сама женщина превратилась в объект нравственной деградации. А мужчины? Нет, только женщины. Ну, в общем, как обычно. Из апостаси Божьей Матери Царицы Небесной, из хранительницы домашнего очага, верной супруги и добродетельной матери, русская женщина в 90-е годы 20-го века превратилась в последовательницу демоницей Лилит. А можно уточнить, а что было до 90-х годов 20-го века? Вот наши бабушки, прабабушки, ну, те самые комсомолки, спортсменки и далее по списку. Это вот они? Ипостаси Царицы Небесной? Те самые советские девушки-атеистки? Или мы опять в этой статье забываем, что Советский Союз в принципе существовал? Вот Российская Империя, а дальше лихие 90-е. История Советского Союза просто не существует в очередной раз. Окей. Русская женщина в 90-е годы 20-го века превратилась в последовательницу демоницей Лилит, жены Адама изначального. Уйдя в услужение демоницей Лилит, она разрушает семью, уничтожает детей и рушит российскую державу. Какой опыт работы? Ну, уже 15 лет в услужении Лилит. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Многочисленные специалисты в области православия говорят о наличии на планете Земля разных видов людей. Есть люди, сотворенные по образу и подобию Божьему. Есть зверолюди, человек-зверь. Чур, я человек-шиншилла. Павел, вы такой юморист, боже-боже. Вопросы ДНК генеалогии, применительно к современному человечеству, исследовал Сидоров. По его мнению, на планете Земля живут люди, которые людьми не являются. Нелюдь в более поздние времена искусственно вывела на Земле человекоподобных биороботов. Появились они на Земле десятки тысяч лет назад. Так, киберпанк уже, оказывается, давно наступил? По мнению Сидорова, визуально такую тварь от людей не отличить. Она будет точной копией нас с вами, но в то же время генетически на 99% совершенно другой. На этом генетическом принципе и построена суть вторжения чужеродного инопланетного разума на Землю. Таким образом, по мнению различных авторов и источников, на планете Земля живут люди двух основных видов. Люди Земли, созданные по образу и подобию Божьему. И люди, созданные с праха земного, с помощью космических генных технологий. Думаю, не стоит объяснять, к какой группе отношусь я. Первые, люди Бога, созидатели, руководствуются высокими нравственными принципами. Их ценности, мир, семья, дети, культ женщины-матери, созидание, сохранение природы. Другой вид, землеродные изделия, генномодифицированные существа, биологический искусственный интеллект. Их ценности, война, убийство, террор, революция, публичные дома, педофилия, людоедство, наркомания. Окей, ну тогда здесь все не так однозначно. Вы мою позицию относительно войн знаете. Таким образом, население планеты Земля является продуктом деятельности космических сил. Оно различается по космическому происхождению, ДНК-генеалогии, составу крови, этнической психологии, поведению на планете Земля. Отлично. А когда авторы предложат череп измерять? На планете Земля существуют тайные структуры, которые во многом формируют образ жизни, поведение населения Земли. Структуры этого комитета ведут борьбу за передачу власти на планете Земля представителям рептоидной космической цивилизации. А для этого им надо уничтожить русское население Земли. Опять русские на передовой. Единственный народ, который способен защитить мир от рептоидов. А рептоиды это рептилоиды? А война русских с рептоидами это второй акт борьбы русов с ящерами? Столько вопросов. Первой феминисткой была демоница Лилит, жена Адама Архидемона. Слушайте, я не успеваю записывать. Столько новой информации. Тут вроде только о рептоидах сказали, а уже какой-то Адам Архидемон. Повседневная работа, достижения в науке, занятие престижных должностей будет отбивать у женщины желание рожать и пестовать детей. А виновата в этом Лилит феминистка. Сложная система. Телегония не имеет официального статуса науки, но об эффекте телегонии знают специалисты в области генетики. Да, специалисты от слова спицы. Русский язык со стоповым. Наглядным примером последствий секса с инорадическими сексуальными партнерами могут служить многочисленные международные фестивали, спортивные олимпиады, когда русские особи женского пола... В этой фразе прекрасно всё. Отдавались неграм. В последующем, имея белого мужа, такие женщины стали рожать от белых, генетически здоровых своих мужей, детей, не в мать, не в отца, а в чёрного и дебильного молодца. Причиной появления этих молодцов была генетическая мутация хромосомной цепочки. Не, ну звучит-то логично. А какой конкретно наукой можно узнать? А представляете, как было бы весело, если бы это всё так действительно работало? Занимаешься сексом с каким-нибудь двухметровым красавцем, и потом всю оставшуюся жизнь рожаешь детей, которые все в него. А если он ещё и доктор наук? С другой стороны, эту статью писали два доктора наук. Поэтому остановимся на красавцах. Медики пришли к выводу о влиянии спермы на состав крови мужа и жены. По их мнению, супруги, долгое время прожившие вместе, подходят друг другу в качестве доноров даже лучше, чем кровные родственники. Некоторые учёные объясняют это тем, что мужская сперма и впрямь меняет женский генотип, приближая его к генотипу мужчины. А можно, пожалуйста, поинтересоваться, а что это за неназванные медики и учёные? Ну и если это так работает, то тогда, наверное, пара лет в браке и того? Развод? Как бы рожать от близкого родственника? Ну такая себе идейка. Прежде всего, след от каждого мужчины, побывавшего в организме женщины, остаётся у него навсегда на биологическом сперма, либо волновом уровне при наличии презерватива. Это я волновой уровень показываю. Павел, вы такой юморист. Каждый мужчина, вливший сперматозоиды в женский организм, навсегда остаётся в нём. По мнению американских учёных, сперма состоит из живых клеток. Вот это открытие! Когда она попадает в вас, сперматозоиды плывут и плывут, пока не врежутся в стену, после чего цепляются и взрываются вплоть. А я предупреждал, что будет страшно. Американцы исследовали все пути поступления спермы в женский организм. Шалунишки! Если они во рту, то заплывают и пробираются в носовые ходы, во внутреннее ухо и за глаза. Там они проникают глубже, они попадают в кровь и собираются в головном и спинном мозге. Мило! По сути дела, в России идёт война против русской женщины. Именно русской, ибо только русские потеряли свои традиции, культуру, культ женщины. У народов Кавказа, у мусульман сохраняются жёсткие позиции в отношении положения и роли женщины. Ещё можно, кстати, на Афганистан посмотреть. Кстати, напомним любителям ночных клубов, что изъявания женщины вокруг шеста – это элементы сатанизма. Окей, будем иметь в виду. И это ещё не всё. Демократия породила оральный секс. Спасибо, демократия. Интересно, а другие виды секса какие политические силы породили? Эксперты пришли к выводу, что девушки, добрачные женщины, особенно из числа многочисленных проституток, сегодня часто дарят своим законным любимым скрытые плоды добрачных половых связей – наркоманов, токсикоманов, гомосексуалистов или психически неполноценных бесноватых детей. А можно, уважаемых экспертов, поинтересоваться, а вот эти вот скрытые плоды добрачных связей только женщины дарят? Мужчины в этом процессе никакого участия не принимают? Все эти добрачные дамы сами с собой, что ли, сексом занимаются? Не осуждаю. Хотя, с нашим законодательством осуждаю. Брак – это союз мужчины и женщины. Ну, просто на всякий пожарный решил повторить. Чем больше у женщины добрачных сексуальных связей с разными мужчинами, тем сильнее засорена ими ее хромосомная цепочка, и тем меньше у нее шансов родить любимому генетически его детей. Прочищаю хромосомные цепочки. Больше всего сексуального опыта у проституток. Русские мужчины полюбили проституток. А я чипсы со вкусом сыра люблю. Криминология пока что не уделяет достаточного внимания исследованию проблем взаимосвязи секса и террора. Например, авторы учебников по криминологии, рассматривая особенности причин и условий женской преступности, совершенно не затрагивают наличие взаимосвязи между сексом и агрессией. Между тем, в истории террора такая связь прослеживается очень ярко. А еще между дыханием и преступлением все преступники дышали. Первыми на зависимость сексуальной активности и криминальной агрессивности обратили внимание французы. На революционные баррикады Парижа, периода парижской коммуны, во множестве хлынули французские проститутки, которые с удовольствием отстреливали солдат, стараясь попасть в нижнюю часть живота. Минутка занимательных историй. А вот здесь возникает другая проблема. Судьба мужчин, женившихся на женщинах, имеющих обширный опыт до брачной половой жизни, занимавшихся проституцией, переболевших венерическими заболеваниями, мужчина не имеет возможности собрать информацию о состоянии здоровья возлюбленной до того, как поведет ее под венец. Повторю свой вопрос. А судьба женщин, вступающих в брак с опытными мужчинами, авторов статьи не волнует? Я уже в одном из роликов говорил, ты можешь хранить свой вареничек на самой дальней полке и получить целый букет за ППП в первую же брачную ночь, если твой муж не девственник. Таким образом, значительная часть женщин в России еще до вступления в брак генетически, гинекологически, психологически, нравственно и прочее, уже непригодны к семье, к рождению и воспитанию здоровых детей. Иное дело, российские мужчины. Вот оно, здоровье нации. Те, кто вступает в нынешние браки, чаще всего уверены, что семейная жизнь — это секс, путешествия, подарки. Их никто не готовит к семье. Не говори, что семья — это труд, это быт, кухня, магазины, рынок, это уборка квартиры, пастерушки, это детские пеленки и бессонные ночи. Если учитывать, что авторы статьи придерживаются весьма архаичных взглядов на семью и женщин, я думаю, можно предположить, что пастерушки лягут на плечи именно женщины. Существует природное разделение труда, где женщина недаром считается хранителем домашнего очага. Современные молодые женщины, вступая в брак, начитавшись лозунгов равноправия в семье, отказываются заниматься домашними вопросами. Они отказываются мыть посуду, заниматься стиркой и уборкой дома. Как признаются дамы, причина развода заключалась в том, что я плохо готовлю. А можно узнать, а что такого природного именно в женской стирке? Сперма, скопившаяся в мозжечке, помогает особенно хорошо пятна отстирывать. На наш взгляд, причина деградации института брака и распада семьи кроется в том, что семья в России является объектом гибридной войны со стороны Запада и пятой колонны внутри России. По-моему, эти товарищи уже повторяться начали. Мы не будем обвинять ни мужчин, ни женщин в деградации семьи, в уничтожении женского русского потенциала России, в вырождении русской нации. Окей, только вот сложилось полное ощущение, что вы уже нашли крайних бабы. У многих народов русские были известны как великие народы севера, ибо колыбелью их племени была гиперборея, воспетая в мифах Древней Греции. Русские несли цивилизацию многим народам, практически на всех континентах земли. Вы вот просто не представляете, как русским благодарны инки, майя, египтяне и пингвины с кенгуру. Буквально на каждом материке засветились. Выходит из русского племени, известный как пророк Мухаммед, написал Коран для арабов. А еще русские корезей построили. Правда-правда. Напомним еще раз слова русского ученого Сорокина о судьбе России. Если бы мы были одни на земном шаре, то, вероятно, кое-как на протяжении столетий отремонтировались бы. Но помимо нас на грешной земле живет немало других народов. Вот незадача-то. Пожалуй, на этой печальной ноте можно завершить нашу экскурсию в крыло с больными горячечным бредом. Гиперборея, притаившиеся в мозге сперматозоиды, русские пророки. Лучше уже не будет. Осталось вот только понять, как все это добро к юридической науке относится. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересные все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. И доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.